Рабочая партия России Рабочая партия России Как организация В чем ее основное отличие Может быть от других политических партий Сегодня у нас Проходит 23 съезд Партии И партия Крепнет, развивается И вот в чем вы видите Основу развития Организации Сразу так много вопросов Партия Чем отличается от остальных В общем-то на сегодня К великому сожалению Это единственная партия Которая занимается вопросами Организации рабочего класса Вот это базовая задача Коммунистов Организовать рабочий класс В общем-то Никем больше В углову угла деятельности не поставлено КПРФ тоже говорят Давайте ребята Изберите нас Делайте нас Значит правящей партией И мы вам сделаем хорошо Не сделают Правящей партией И рабочий класс был уже отодвинут В КПСС В КПСС не времена было Чем кончилось? А это убеждение Развава Буржуарная контрреволюция Реальная совершенно Реальная контрреволюция Причем кровавая В отличие от Некоторых республик Скажем так Вот в России Это все скромно было Расстрел Верховного Совета И далее по списку Вот У нас задача Все-таки Завоевание Власти Рабочим классом И Это Возможно Только при Организованном Рабочем классе Вернее Власть Может свою Установить Рабочий класс Только организованный И базовая задача Главная задача Которую выполняет Значит Рабочая партия России Которая ставит себе Основной Это организация Рабочего класса Как класса Способного Во-первых К самоорганизации Во-вторых К установлению Своей власти Этим Мы отличаемся Принципиально От всех РКРП Да Близкая нам партия И В общем-то Ведь Рабочая партия России Мы же Ушли из РКРП Мы в 91-м году Учредили Учредили РКРП Я был учредителем То же самое Все И все базовые позиции Которые У нас В Рабочей партии России Сейчас приняты И заложены В уставных Уставных Програмных документах Все они Были приняты В РКРП И в РКРП Они вроде бы Есть И они Заявляются Реальной деятельности К сожалению Со стороны РКРП По организации Рабочих Мы не видим Вот сегодня Нет такой Реальной деятельности Причем Ни в каких Направлениях Ни в плане Работы в трудовых Коллективах Значит По организации Профсоюзного движения Так Ни в плане Организации Обучения Так сказать Теоретической подготовки Рабочих Теоретических Разработок То есть В идеологическом плане Нет С их стороны Такой Такой Деятельности Активной Вот И даже На Российском Комитете Рабочих Товарищи Из РКРП Говорили Ужаловали Что Их То есть Партия В этом плане Работает Очень слабо И держится Там Работа С рабочими Чисто На этвизиазных Рабочих Вот К сожалению Так К сожалению Сегодня Ни соперников То есть Не Ни полных Единомышленников В стране Рабочей Партии Рабочего Класса Как Авангард Акласса Это задача Которую Надо решать Сейчас Партии Которая Являлась бы Авангардом Рабочего Класса Нет в стране Вот Мы Работаем В том направлении Чтобы стать Авангардом Станем Авангардом И опять Работа Партии Будет Как раз Стоять В том Чтобы Не позволить Новой Контрреволюции Чтобы рабочий Класс Не повелся На глупости На которые Он повелся Вот В последние Десятилетия Скажем так Восьмидесятые Годы Прошлого Станетия Ну это конечно Очень Наверное Объемный Сложный вопрос И все таки Как бы вы Сформулировали Основные причины Поражения Рабочего Класса В Советском Союзе Ну как бы Я сформулировал Значит Ну наверное Самое главное Что у рабочего Класса Не было Исторического Опыта Удержания Своей власти Это очень Важный Момент Ведь Буржуазия Значит Устанавливала Свою власть Терела Ее Устанавливала Снова Ну и В принципе Маркс В свое время Сказал Что рабочий Класс Пройдет Через целую серию Революции Контрреволюции Прежде чем Установить Свою власть На земле Вот И Вот это Отсутствие Исторического Опыта Слишком Большое доверие К интеллигенции Которая Казалось Бы Плоть От плоти Из рабочего Класса Вышла Инженерия Ну Интеллигенция Ведь В основном Это кто Это Из рабочего Класса Люди Вышли Потомки Рабочие Крестьян Вот Именно Из этих Слоев Вот Доверие Но они же наши Они уже не наши Они уже Интеллигенция И Им Отдали На отпут Власть Вот Это Очень Большая Ошибка Вот И Ошибка Коммунистической Партии Потому Что Деградационные То Сать Явления Начались Еще При Сталине В 30-х годах Вот Первый шаг В отступлении От советской власти Это Принятие Сталинской Конституции Перевод выборов С производства Принципа На территории Мы Вот отсюда Развитие В программах Партии Это же постепенно Было Значит И в конце концов Из программы Партии Убрали руководящую роль Рабочего класса И Государство Общенародное Государство И все Кончилась Власть Рабочего класса А Власть Рабочего класса Значит Это Обязательно Возврат назад Обязательно Контрреволюции Вариантов нет Я считаю так Большое вам спасибо За ваши ответы Спасибо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому